Кто знает, что такое символ веры? Дигнаетесь ли ты, кто знает, как символ веры? А, ну все знают, я пошла. Птички знают. Ладно, некоторые не подняли, так что вы сами напросились. Никто не подняли, так что вы сами напросились. Покажут на проекторе? Нет. Наташа убежала, может и поставить? Наташа убежала, так что, возможно, сейчас что-нибудь и появится. Ну хорошо. Да, мы читали это в прошлый раз. Не смогучили именно лепот. И на самом деле это очень важная вещь, и каждый из нас должен это знать. Твою новую важную. Висички тревога знаем. И в принципе символ веры – это свод идей и правил. Всего, наверное, от вас и правила. Который обязан признавать каждый, кто называет себя христианином. Кое-то тревога признала всех, и кое-то сынарича христианин. И почему вообще создали этот символ веры? И за что той вопроштей создали? Ну, во-первых, потому что Библия – это очень объемная книга. Библия – это многоубемная книга. И очень важно было ее как-то обобщить немножко. И хубоудима обобщения на тази книга. И также в Новом Завете часто встречались такие эпизоды. И в Новом Завете часто встречались такие эпизоды. Которые рассказывали о серьезных разногласиях в учении о Христе. В кой-то сосерассказывали разногласия в учении на Иисус. И апостолы, они развенчивали эти заблуждения, объясняли людям. Объясняли, что есть истинное учение. Да, те сообъясняли, какое истинное учение. Но эти все дискуссии, они продолжались до II века. И все эти дискуссии продолжались до II века. Существовали разные трактовки учения о Христе, о Библии. Да, и поэтому библейское вероучение пришлось обобщить как можно более кратко. Из-за того, хората срешили, да обобщат как-то может пократко тези два учения. Это делалось для того, чтобы сохранить учение церкви. Това е било направлено, за да запази учение на церквата. И чтобы обучать верующих. И за да се обучават верующите. По смыслу, символ веры делится на три части. По смыслу, символ на верата се раздели на три части. Да, первое – это учение о Боге. Първото е учение за Бог. Идет учение о Боге Отце. За Бог Отец. О Боге Сыне. Бог Сын. И о Духе Святом. И за Святие Дух. Затем идет учение о Церкви. Учение за Церкватом. То, что Церковь является Святой. Че Церква-то е свята. И Вселенской. И Вселенской. То есть показывается историческая значимость Церкви. Показывается историческая значимость на Церквата. И третье – это учение о спасении. И третье – это учение за спасение. Об оставлении грехов. И суставлено на грехове. телесном воскресении телесную воскресение и вечной жизни и вечный живот то есть мы верим что если человек признает свои грехи и раскаивается в них то бог освобождает от наказания муками в аду верному человеку человек все раскаивается в эти грехи ткава бог что господи и чем отличается наша христианская вера от других например иудаизм с как вас различало на что христианская вера от других например иудаизм или ислам ислам там тоже верят в бога там все что верят бог но мы как христиане вне которых христиане мы верим в три единого бога неверное в 31 бог мы верим что есть бог отец сын и дух святой верно че има бог котец син и святия дух в других религиях они не верят что иисус был богом в другие религии хората не верят че иисус и бил бог то есть является че и бог и не верят в духа святого что это тоже бог и не верят че святия дух срещу и бог и в символе веры это очень четко показывается и в символ на веру от этого много добреца показываем то есть сам символ веры состоит из трех разделов символ на веру это состоит три раздела и каждый из них начинается со слова верую то что мы верим в бога отца вера на боку тэц в бога сына вера на боксин бог бога духа святого и и сейчас пробежимся по каждому вкратце разглядом и всякий раздел жаль что не видно на проекторе так было бы проще если помните там про бога отца написано там написано написано за богу тэц веруя в бога отца вседержителя я вам покутать все дурчител творца небо и земли творец на любит измята почему мы называем отца бога отца вседержителем за что на речи мы богу тэц все дурчител это означает что он обладает беспредельной несравненной мощью то означало читай има безгранична вселенская может то есть есть два аспекта могущества бога его два аспекта на могущество на моглаште ступать он на бок неограниченность неограниченность это значит что бог может вообще все всемогущий чего к всемогушке может сичку и он обладает такой силой что он может вершить все что ему угодно это и буду а то има такого сила че може да извержена какогото си поиска и второй аспект это несравненность и второе то спекты несравнимуст это означает что бог он один то означает че бог и один то есть есть только один такой всемогущий бог и нет другого такого чего саму един таков всемогущий бог и второй момент говорится про отцовство бога над всем творением и вторым инси говори за то ваще бог и отец на сичку на сички творения и мы из библии знаем что сотворение мира это деяние которое связано именно с отцом то есть бог отец творил мир и сички знаем че сдаунтона свято и свырзану сос бог отец то есть создавал сичку вот эти два важных факта они в самом начале символа веры и тези два важные фактуса в начало то на символа на веру там следующая часть это про иисуса христа про сына следоваться часть из-за иисус христос и почему самая большая часть символа веры посвящена иисусу христу как вы думаете из-за что мыслите на и гулянта час и посвятена на иисус христос считается что из-за того что именно об иисусе христе было самое большое количество споров смятоси че за что-то заради сус христос и мол на и много споров и ну не то чтобы споры но дискуссии до дискуссии и здесь отображены тоже два важных момента то что бог то что иисус христос это бог то есть его божественная природа подчеркивается и также подчеркивается что он был также полностью человеком и слышно что той был человек на тази земля то что он был бог написано веру в иисуса христа единородного сына божия господа нашего твачи и бог и написано че я верю вам в верю вам в единственный сын на бога божья сын и такая вот фраза сын божий в библии встречается очень часто и это развитие божий сын сестрешта много честа библията и это не только касается иисуса и тваны саму соотнося за иисус вот например в иова 1 6 например иов 1 6 или иова 2 1 или ов 2 глава там божьими сынами называются ангелы там божие сенвы тваса ангелиты также израильский народ часто их называли божьими сынами все что израильский народ все что установили честь божьи сенвы например исход 422 например исход 4 глава 2 истории стих ну я щас не буду открывать и оси и 1 10 там тоже израильский народ называется называют их божьими сынами и книга то оси если что израильский народ цена речи больше силы адама называли божьим сыном адам и был наречен божий в луке 3 38 в лука 3 и также все верующие и сечки за ручки божьими сынами сушь то со нареченей божьей суббой в матфея 5 9 матей 5 9 римлянам 8 14 римлянам 8 14 и другие места и другие места но символ веры он подчеркивает что иисус христос сын божий в особом смысле и почитала сочи иисус христос и больше сенвов особен смысл о том что он единородный сын от отца что я единствен сен от отец а мы мы уже усовлен усыновлены они сны и усыновением и следующий момент по поводу того что иисус является человеком и следуя на 100 процентов тоже чей иисус христос и яво человек 100 процента и есть очень много доказательств ему много доказательства для того чтобы доказать что иисус был человеком рассматриваются тоже три момента из-за следующий сучей иисус христос был человек и матри момента опыт служение и его Что касается опыта. Во-первых, его жизнь началась так же, как жизнь других людей. Он зародился в материнской утробе. Беременность проходила как обычно. И рождение тоже произошло естественным образом, как обычно. Второй момент – это страдание Иисуса. То есть его плоть кровоточила. Испытывала боль. Претерпевала издевательства. И был подложен на различные издевательства. Третий момент, когда Иисус умер. Его душа отделилась от тела. И пока тело покоилось в гробнице. Душа его сошла в ад. То есть символ веры указывает, что у Иисуса была настоящая человеческая душа. Символ на веру доказывает, что Иисус Христос имел истинскую человеческую душу. И четвертый момент – это воскресение Иисуса. И четвертый момент – это воскресение на Иисус. И тот же момент показывает, что Он был подлинно человеком, потому что Его человеческая душа воссоединилась с Его реальным человеческим телом. И тот же момент показывает, что Его человеческая душа воссоединилась с Его человеческой природой. Потому что, согласно пророчествам Ветхого Завета, Мессия должен был быть человеком, потому что Он должен был быть сыном Давидовым. И искупительной жертвой за народ тоже мог стать только человеческий потомок Давидов. И в-третьих, Мессия должен был быть человеком, потому что Он должен был стать вторым Адамом. То есть Он должен был преуспеть там, где Адам потерпел поражение. И следующее – это природа Иисуса. Мы видим, что в своей земной жизни Он ослабевал. И был подложен на страдания и смерть. То есть Он был совершенным человеком. Но Он все равно отличался от нас. Единственное отличие от нас – то, что Он никогда не знал греха, не делал греха. И есть такое доказательство, что грех и способность грешить – это не является неотъемлемой частью человека. Ну и третий – это о Святом Духе. Третото – это о Святом Духе. Здесь сказано совсем немного. Но косвенным образом символ веры говорит о Духе Святом два раза. В символа на верата се вспоминава за Святия Дух два пыти. Во-первых, в троичном построении Святой Дух занимает место, равное Отцу и Сыну. И во-вторых, Божественность Святого Духа следует из описания зачатия Исуса. И Божественность на Святия Дух следует от описанието на слагането на Исус в трубата на Майката. И мы также можем видеть, что Святой Дух – это отдельная личность. И можем да видим, че Святой Дух също е отдельная личность. И он отличается от Бога Сына и от Бога Отца. И то есть различава от Бог Сына и Бог Утец. Потому что, когда Иисус говорит ученикам, что Святой Дух не придет к ним, пока не уйдет Сын, Да, и тем самым он проводит различия между собой и Духом. И каждый из них исполняет свою роль. Когда Сын завершит свой земной труд И вознесется на небеса И Святой Дух в этот момент начнет выполнение своей задачи. То есть это показывает, что Дух, он существует отдельно от Сына. И так же Дух существует отдельно и от Отца. И так же получается, что Дух существует отдельно и от Отца. Как Утешитель и Заступник, Святой Дух ходатайствует за нас перед Богом. Как Утешитель и Заступник, Святой Дух молит за хората пред Бог Утец. Так что символ веры – это очень важный исторический документ, который на протяжении многих столетий суммирует ключевые христианские верования. Което в рамкете на много столетия обобщало всички христианские твердения. Какая Оксана! Молодец! И в наши дни символ веры по-прежнему предлагает единую отправную точку. И в наши дни Силу Нагарата предлагает посыщенную отправную точку. Это я вот очень вкратце рассказала, на самом деле. Давай было много накратко. Хотя многие уже спят. И я предлагаю нам вместе сейчас произнести символ веры. Он есть на экране. Готовы? Давайте встанем. Нужно полгарский. На болгарский надо переводить? На болгарский надо переводить? Нет. Спасибо. Давайте. Три-четыре. Верую в Бога Отца Вседержащего Творца неба и земли. Верую в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, который зачат от Святого Духа, рожден от Девы Марии и пострадал при Понтии и Пилате. Был распят, умер и погребен, и в третий день воскрес из мертвых, вознесен на небеса, где он сидит одесную Бога, своего всемогущего Отца. Откуда придет судить живых и мертвых, веру в Святого Духа, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, в прощение грехов, в воскресение тела нашего и в жизнь вечную. Аминь. Спасибо.